Всем привет, с вами канал Hi English, и мы сегодня будем делать quick test number one, pre-intermediate English file. Четвертое издание, ребята, четвертое издание. Погнали! Первое. He launched at work. Смотрите, здесь предлог at. Вы всегда обращайте внимание, пожалуйста, на предлоги. Предлоги – это такие маленькие слова, такие как on, in, at. То есть на работе будет at work. Выделяйте, записывайте свои словари небольшие и учите это. At work – на работе, at work – на работе, at school – в школе и так далее. Lunch – обед. He usually have, has usually, usually has. То есть have lunch. У нас есть такое обычное словосочетание. Have lunch – можем сказать have dinner, have breakfast. Здесь что будет? He и мы have будем менять. Мы скажем he has. He has. Но не he – has usually. Так нельзя сказать. Почему так нельзя сказать? Нам нужно сказать usually has. Почему это правильный ответ? Как вы думаете? Это правильный ответ, потому что перед глаголом всегда ставится usually. То есть если глагол do, делать, иметь, play, fight. So he usually has breakfast. He usually has lunch. He usually goes to school. He usually goes to work. То есть слово usually всегда ставится перед глаголом. Вот, запомнили? Все, молодцы. Здесь has usually и usually has. Специально вот такая уловочка для вас, потому что has и has здесь. Даже если вы знаете, что he has, здесь уловка. А где же usually поставить? А usually, often, sometimes, never всегда ставится перед глаголом. Итак, запомнили? Молодцы. Двигаемся дальше. Number two. My cousin studies is studying study biology at university. So my cousin. Мы можем сократить и сказать это он. He. И когда he, she, it. В present simple в настоящем простом времени используется s. Окончание s. Мы добавляем окончание s к глаголу. Поэтому здесь нельзя сказать. И studying, и studying нельзя сказать. Почему нельзя study сказать? Потому что нам нужно добавить окончание. He, she, it. Добавляем s к глаголу. Почему и study нельзя сказать? Потому что это действие происходит не прямо сейчас, не прямо в эту секунду, не этими днями, а в принципе, в общем. То есть present simple. Present simple передает действие, которое происходит в общем. То есть my cousin studies biology at school. Yeah. So studies is the correct option here. Number three. Here we have a question. Здесь у нас вопрос. Вопросительное слово. У нас есть where, why, when, how much, how many, whose. То есть это вопросительные слова. И всегда после вопросительного слова должен идти вспомогательный глагол. А после вспомогательного глагола будет идти субъект. Это субъект тот человек или что-то, кого мы спрашиваем. Субъект сначала, потом глагол. То есть где ты живешь? Где ты живешь? Мы не можем сказать where you live. Да? То есть просто поставить you и быть довольными. Where you live? Нет. Это в английском языке так не работает. Перед you нам всегда нужно ставить какой-то вспомогательный глагол. Какой мы поставим глагол? Do. Where do you live? Where do you live? Где ты живешь? Where do you live? Where do you live? Вспомогательный глагол всегда ставится перед субъектом. Субъект кто? Кто? Ты. Ты, да? То есть перед субъектом ставится вспомогательный глагол. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Вот так. You do? Нет. Нельзя. И это нельзя. Дальше четвертое. My mother work. She is retired. Здесь у нас палевная подсказка. Смотрите, когда у вас два предложения, то возможно собака зарыта у вас во втором предложении. Вот второе предложение как будто бы какой-то ключ к первому предложению. То есть моя мама, my mother, not work. Not это, ну да, оно само, это кошка, которая никогда не гуляет сама по себе. То есть чтобы поставить отрицание, нам нужно, нам not недостаточно, нам нужно вспомогательный глагол, помочь not поставить отрицание. То есть нужно сказать my mother doesn't, my mother doesn't. Почему doesn't? Почему doesn't? Don't нельзя сказать, потому что мама это она, he, she, it. Если he, she, it, мы используем в отрицательных и вопросительных предложениях, в present simple does, my mother doesn't work. My mother doesn't work. Почему? She is retired. Она на пенсии. Retired это то же самое, что сказать она на пенсии. Number 5. Yuma, cooking is, to cook is cooking a vegetable curry and it looks delicious. Vegetable curry, овощное curry готовит Yuma, и оно, это curry, it looks, выглядит, delicious. Looks delicious. Здесь, смотрите, мы используем looks delicious, потому что не все глаголы имеют окончание ing в present continuous, в том плане, что look не передает действие, look передает какое-то свойство, состояние предмета, поэтому здесь к look нельзя добавлять ing, поэтому it looks delicious. Но здесь передолжение указывает на что? Она указывает, что действие происходит прямо сейчас, то есть Yuma прямо сейчас готовит. И палевная подсказка у нас где? У нас здесь. It looks delicious. То есть она готовит, и мы видим, что, вау, вот оно аппетитно выглядит. So, Yuma is cooking. Yuma is cooking. Это present continuous. Для present continuous мы используем вот два такие элемента. Это глаголы всегда добавляем ing, когда мы добавляем ing. ing показывает о текущем действии, то есть действие продолжительное, продолжается. Мы видим, как оно сейчас развивается. Oh, look, посмотри, she is cooking. Она готовит. Так как это о нас, нужно ставить is. Глагол быть. She is cooking. I am cooking. You are cooking. They are cooking. То есть present continuous. Важно не губить эти вспомогательные элементы m, is, are. И не забывать ставить ing к глаголу. Вот так. Поэтому 5c. 6. Be careful. You are a mistake. A mistake. Mistake это ошибка. 7. Осторожно. Осторожно что? You are making, making, make. Осторожно. То есть осторожно ты делаешь ошибку. Делаешь ошибку вообще? В принципе? По жизни? Или осторожно сейчас? В эту секунду ты делаешь ошибку. Осторожно. Подожди, подожди, подожди. Ты делаешь ошибку. Правильно. Be careful. You are making a mistake. You are making a mistake. Смотрите. Запомните, пожалуйста, что когда у вас слово ошибка, нужно использовать артикль. Артикль a. Be careful. You are making a mistake. То есть действие происходит прямо сейчас. Это present continuous. Опять же таки не забываем. In-g это показывает, что действие происходит. Вот оно развивается сейчас. И не забываем ставить глагол m из a перед глаголом с окончанием ing. You are making. You are making a mistake. Number seven. She, people who talk a lot. То есть она, людей. Who это кто. Но who может означать и который, и кого. Смотрите, who это как бы человек. Это не вещь. Поэтому who. Кто, кого, который. Вот who. Who talk a lot. То есть она not likes, doesn't like, don't like. Всегда, когда будет she, у нас будет doesn't. Но можно здесь сказать doesn't like. She doesn't like. Или нужно сказать don't like. Точно не подходит. Not likes. Можно сказать not likes? Нет, нельзя, потому что not, это кошка, которая сама по себе никогда не гуляет. Я не могу сказать not, поставить отрицание без does, без do, без did, без is. She not likes. Нельзя так сделать. Нельзя так сделать. Мы используем вторую форму. То есть я имею в виду be вариант. И будет she doesn't like. Сокращается обычно всегда, да, когда вы говорите. Вы не говорите does not. Нужно сказать she doesn't like. She doesn't like people who talk a lot. Восьмое. Вопрос и ответ. Вопрос. What? Это что? Что? What? Та-та-та. I'm reading an email. Email. Yeah. An email. Электронное письмо. Email. I'm reading. То есть действие происходит прямо сейчас. Вот вторая реплика. Это палевная подсказка для нас с вами, друзья. So what are you doing? Да? Будет. Почему what are you doing? Потому что what you do? Так вообще нельзя сказать. Потому что мы можем спросить present simple принципе, что ты делаешь по жизни. What do you do? Это вопрос, какая у тебя работа, что ты делаешь в принципе. Или можно спросить, что ты делаешь вот сейчас. Чтобы спросить, что ты делаешь сейчас, нужно сказать. What are you doing? Что ты делаешь? I'm reading an email. Вот. Number nine. Why? У нас опять вопрос. Друзья, я с вами. So why? Because I'm happy. Потому что я счастлив. Why? Why? Наверное, сейчас действие происходит. Потому что тут же реплика. Потому что я счастлив. Why you are smiling? Why do you smile? Why are you smiling? То есть, когда вы делаете вопрос, это будет present continuous. Почему ты сейчас улыбаешься? Why are you smiling? Смотрите, здесь то же самое у вас с субъектом. И перед субъектом в вопросах мы ставим вспомогательный глагол. Why are you smiling? И не забываем в present continuous добавлять ing. Потому что именно продолжительное действие передает глагол ing. То есть, окончание ing. Текущесть действий передает. Number ten. Why? Опять вопрос. То есть, why? Какое-то вспомогательное слово должно быть. Потом субъект, кто-то и действие. Правильно? Субъект и действие. Глагол. Because I'm happy. Why are you smiling? Да, это мы сделали. Здесь десятое. She's shy. Она застенчивая. And quite serious. И достаточно серьезная. То есть, quite это означает степень серьезности. Quite. Quite serious. Она застенчивая. И достаточно серьезная. So, what's your sister like? What does your sister like? How's your sister? How is, это how означает как вообще. How are you? Как ты? How означает как. What does your sister like? What does your sister like? What do you like? What does your sister like? Это что любит твоя сестра? What означает что? Что твоя сестра любит? What does your sister like? Does she like music? Does she like reading books? Does she like watching films? All right. But in this case, we're talking about personality. В этом случае мы говорим о характере человека. Она какая? Она застенчивая. И в меру такая довольно-таки серьезная. So, what's your sister like? Like здесь самое сложное слово для тех людей, которые только делают первые шаги в изучении английского языка. Потому что like имеет много значений. И одно значение, это не всегда like нравится. I like football. Иногда это означает как бы, да? Как бы слово паразит. You know, like, it's like I saw an animal and it's like, it was like a horse, but it wasn't a horse, it wasn't a zebra. It was like a pony. Like означает как бы, как бы, как бы, как бы. Или как здесь. What's your sister like? Вот какая твоя сестра? Вот какая она, сестра твоя? Она какая? Какой у нее характер? Вот какая она? Like. Она как кто? Можно сказать. Она как ее мама. So what's your sister like? She's shy and quite serious. Number 11. We for a taxi, we are looking for the bus. Okay. So we for a taxi. Помните, я говорил, что мы анализируем вот это второе предложение. Здесь может быть ответ. Как говорится, we are looking for the bus stop. We are looking for. Look for. Запомните, друзья, это искать. What are you looking for? Что ты ищешь? I'm looking for a pen. Я ищу ручку. So we're looking for. Looking for. Look for. Искать. И здесь we for a taxi. We not waiting, isn't waiting, aren't waiting. We are looking for the bus. Ага. What are you looking for? Ну, это как бы хорошо. Здесь искать, оно как-то не пляшет сильно. Обычно глагол look for означает искать. Это фразовый глагол. А здесь мы как бы ждем, я так понимаю, мы ждем автобуса. We are looking for the bus. So we, здесь отрицание нужно сказать. Везде isn't, aren't, not. Not, кошка не гуляет сама по себе. Isn't waiting, aren't waiting. Так как isn't используется he, she, it. He isn't, she isn't, it isn't. Здесь нужно сказать we aren't waiting for a taxi. Мы не так сидим. We are looking for the bus. Мы, мы ищем автобус. Мы смотрим, где же автобус, где он, где он. Number twelve. What time the film start? Start это начинаться. Субъект фильм, в котором часу начинается фильм. Смотрите, нельзя сказать in what time. In what time это ужасный английский. In what time. Если вы скажете at what time, это вы будете молодцы, все правильно скажете. Но зачем вам думать, что говорить, в котором часу. Нет, можно at тоже не говорить. Можно просто сказать what time. И это означает в котором часу. What time does, do or is. В котором часу начинается кто? Фильм. Фильм это it. Поэтому используем does. What time does the film start? Опять вспомогательный глагол, субъект и основной глагол. What time does, что фильм начинается. Does, does всегда ставится перед субъектом. О чем мы говорим? Мы говорим о фильме. What time does the film start? How's Freddy? How, апостольф с, апостольф с, это так у нас is сокращается. Не всегда апостольф с, это is. Может быть has, может быть вообще, possessive case, like Tom's book, как например к слове Tom's book, книжка Тома. Tom's book. Но здесь у нас is. How is Freddy? Как есть Фредди? То есть как у него дела? Как в Фредде дела? How's Freddy? He's very friendly. Нет, это не подходит. Он очень дружный. Какой дружный? Мы спрашиваем, как он? Как у него дела? Мы не спрашиваем, какое. Если мы спросим, какое он, давайте посмотрим, нужно использовать like. What is he like? Где-то здесь было like у нас. What's your sister like? Да, вот здесь в десятом a мы не выделили. What's your sister like? Какая твоя сестра? Какой характер у твоей сестры? Какой Фредди, например? What is he like? What is he like? What is he like? He is very friendly. Но здесь как он? Fine things. He is tall and dark. Конечно же, fine things. Потому что he is tall and dark, это говорится о его physical characteristics, his appearance, его внешний вид. Здесь его personality, его характер. А здесь как он? How's Freddy? Fine, thanks. Нормально. Спасибо. Друзья, кто не подписался на канал, и вы сейчас смотрите, слышите вот то, что я вам говорю, пожалуйста, подпишитесь. Я понимаю, вам везде говорят, подпишитесь, подпишитесь, подпишитесь. Ну, вы вот сейчас возьмите и подпишитесь. Вот, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Number 14. Who's that man? Что-то за мужчина. Who's that? That может означать то, но иногда означает и это. What's that? Что это? What's that? Что это? Обычно то означает. Что ты за мужчина? То есть предмет, который не рядом с вами, или человек, который не рядом с вами, вы говорите. Who's that man? Что ты за мужчина? Who is? Здесь у нас апостол Фесс означает is. So, who's that man? Извините. I him. I am not knowing him. I don't know him. I not know him. То есть, как бы, я его сейчас не знаю, или в принципе я его не знаю. Конечно же, в принципе я его не знаю. Я не знаю, что это за мужчина. So, sorry. I don't know him. Извините, но я его не знаю. Are you working? Вот такие вопросы, они как бы тянутся вверх, интонация. Are you working? Yes. No. Да, вопросы yes, нет тянутся вверх. Are you working? Yes. Are you working? No. И ответ no. То есть, спрашивают нас. Я говорю, нет, я не работаю. Значит, я не работаю. No. I am not. No, I am not. Почему no, I am not будет правильно, но здесь I isn't, I don't. Конечно же, здесь первое, на что нужно обратить внимание, это то, что мы говорим о текущей ситуации, и Present Continuous не всегда передает действия, которые происходят прямо в эту секунду, прямо в этот момент, но он может передавать ситуацию, которая происходит этими днями, вот сейчас в моей жизни. Are you working? Ты вот сейчас работаешь на этом этапе своей жизни. И я говорю, no, I am not. Нет, не работаю, это Present Continuous, потому что я как бы временность передает это Present Continuous время. Present Simple передает permanent action, постоянное действие, то есть действие, которое, в принципе, постоянно происходит, за редким исключением, да. А Present Continuous это всегда какое-то временное действие, то есть если я сижу без работы, то это временно, да. Are you working? No, I am not. No, I am not. No, I am not нельзя сказать, потому что здесь для образования Present Continuous мы используем глагол быть, и глагол в основном добавляем окончание ing, то есть два элемента. Present Continuous это два элемента. Два элемента всегда. Когда какой-то элемента забыли, все, повторяем, делаем упражнения, смотрим еще такие видео, чтобы разобраться и понять и сформировать вот именно навык правильного потребления. So, are you working? So, are you working? Are you working? Are you working? No, I am not. Number 16. How often your aunt and uncle? So, how often what? How often are you seeing? Or how often you see? Or how often do you see? All right, so how often, как часто, то есть как часто, это не сейчас, конечно же, а как часто, в принципе, как часто, как ты навещаешь. See это то же самое, можно сказать, как visit, это не только видеть, а и навещать. Visit. So, how often do you see your aunt and uncle? How often do you see your aunt and uncle? Okay, why is that? What do you think? That's do you see we use? Why? Because we are not talking about this moment. We are talking about things in general. Вообще, в принципе, как часто ты навещаешь? У нас глагол see. То есть, смотрите, у нас субъект. Перед субъектом идет вспомогательный глагол, как всегда, а после субъекта идет вообще центральный глагол. Субъект и глагол — это как бы каркас всего предложения. Вот все предложение английского языка, оно строится на субъекте и на глаголе. Сначала субъект, потом глагол. Все. Вот так. Старайтесь вот эту структуру не нарушать. Субъект, глагол, субъект, глагол. Если вы делаете вопрос или отрицание, то нужно перед субъектом какие-то вспомогательные глаголчики ставить. Но они будут перед субъектом. Перед субъектом. Еще могут влазить сюда слова, как usually. What do you usually eat? Where do you usually go to? Etc. Number 17. Why is he sunglasses? Почему он sunglasses? Is у нас есть. Значит, у нас намек на то, что навекное будет present continuous. Да? Why is he wearing sunglasses? Почему он очки от солнца носит? Because it's very sunny today. Вот часто today используется именно present continuous. Я заметил, когда говорится вот. Why are you wearing a coat today? It's not cold. It's hot. Почему ты сегодня пальто надел? Сегодня не холодно. Сегодня жарко. So why is he wearing? Wearing. Не why is he wears? Если вы хотите использовать present simple, то is вам не нужен, потому что у вас глагол полноценный носить. Что делать? Есть глагол делать. Why he wears? Но здесь нельзя так сказать тоже, потому что why does, нужно сказать. Why does he wear? В принципе. Но здесь у нас вообще не present simple, поэтому правильный ответ. Why is he wearing sunglasses? Итак, друзья, движемся дальше. И что у нас есть? My watch, мои наручные часы. Кстати, watch это наручные часы, а настенные часы или будильник называется clock. So my watch is broken. My watch isn't working, doesn't working. Doesn't working. Сразу же отметайте. Это вообще нонсенс. Нужно сказать либо doesn't work, либо isn't working. Нет такого doesn't working. Это как бы уже ежа скрестили. Нет такой структуры. My watch isn't working. Здесь они забыли дописать ing, поэтому этот вариант не проходит. Не проходит этот вариант. Вариант у нас будет a. My watch isn't working. It's broken. Он сломан. Мои часы сломаны. Number 19. Does he like Mexican food? Вот like это любить. И субъект у нас. То, что я вам говорил, друзья. Сначала субъект, потом глагол, а потом перед субъектом в связке идет какое-то вспомогательное слово. Вот они как не разлей вода, идут вместе. Does he, и дальше после he, вспомогательный глагол, не вспомогательный, а основной глагол. So, does he like Mexican food? Yes, he does. Yes, he do. Yes, he likes. Oh, no, no. Вот так нельзя сказать, ребята. Вот так нельзя сказать. Yes, he likes. Yes, he likes. Да, любит. Это все многие мои студенты любят так говорить. Yes, he likes. Yes, I like. Yes, he likes. Do you like pizza? Do you like pizza? Yes, I like. No, you can't say like this. You need to say yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Нужно повторять вспомогательный глагол. Does he like Mexican food? Вспомогательный глагол does. Здесь мы его в коротких ответах повторяем. Вот этот кейс, этот случай, пожалуйста, запомните, запишите тетрадочки свои. Важный, важный нюанс. Так, двадцатый. Двадцатый вопрос. What is she like? Like это такое слово, сложное слово. То, что я вам говорил. Like это не всегда любить, а like как бы, как можно сказать. What is she like? Вот какая она. What is she like? Так вот, what is she like? Какая она? Или what is he like? Какой он, какой у него характер, да? И здесь мы спрашиваем о personality, о личности. She's got long, dark hair, and she's very tall. Ага, здесь очень хитро. Видите, смотрите. О личности мы спрашиваем, когда у нас просто what is she like? Вот какая она? What is she like? Но у нас такого нет вообще. У нас есть does she? What does she like? What does she like? Вообще, это что она любит. Запишите. What does she like? Что она любит? What is she like? Это какая она? Какой у нее характер? А вот, what does she look like? Это как она выглядит. Как она выглядит. Она низкая, slim, thin, short, fat, tall, a bit overweight, she's got straight dark hair, something like this. Things like that you need to use look like. Look like. Look like идет в связке. What does she look like? Как она выглядит здесь? Вот как? Like, like, like. Как что? Как кто выглядит? Look like. Здесь у нас look добавилось, и мы уже спрашиваем о внешнем виде, о look человека, да? Look. Так, плавненько мы перебираемся сюда, и у нас vocabulary. vocabulary это слова. Слова. Итак, shy. The opposite просит нас. Tick. Нужно галочку поставить. Тикнуть. Тикнуть антоним. То есть противоположное какое-то слово. So, tick the opposite. Adjective A, B, O, C. So, shy, extrovert. Mean это скупой, unfriendly, недружественный, serious, серьезный. Generous, конечно же, generous. Generous означает щедрый. А, mean, скупой. Stupid. Stupid, понятно, идиот. Stupid. Unkind. Unkind это не, какой-то unkind, not kind, да? Недобрый. Clever. Clever. Разумный, умный. И talkative. Talkative это балабол. Бла-бла-бла-бла. Бла-бла, вот как я сейчас, да? Stupid. Stupid, clever. Конечно же. Thin означает тонкий или худой. Slim. Slim это то же самое, что сын, только в привлекательной манере. То есть сын это может быть худой человек. Некрасиво худой. Кожа до кости, да? А slim это стройный, красиво худой. Thin. Bold это вообще лысый означает слово overweight, конечно же. Overweight это толстенький, толстенький, толстячок. Hard working. Hard working. Классное слово. Hard. Кстати, слово hard, оно сложное слово. Hard это везде. Посмотрите в словарике, если у вас маленький, там будет писаться, что hard это тяжелый, да? Тяжелый. Hard или твердый, как твердая поверхность. Есть soft, мягкая поверхность, а есть поверхность hard, твердая поверхность. Здесь hard working. Hard означает усердно еще, усердно. То есть to work hard, работать усердно. И hard working это человек, который усердно работает, то есть такой, любит поработать. Hard working. И противоположное слово к hard working будет не lazy. Нет, это будет лейзи, почему не лейзи. Hard working. Лейзи. Ленивый. Serious. Не подходит серьезный. Friendly. Дружественный. Нет. Hard working. Лейзи. Кто-то любит поработать, а кто-то лейзи. Ленький. Straight. Посмотрите, как пишется это слово прекрасно. Straight. Вот так можно запомнить. Straight это прямой. Например, straight hair, прямые волосы. Go straight on. Идите прямо. Go straight on. Go straight on. Идите прямо. Ну, здесь говорим о волосах. Да, straight. Длинный, bold. Лысый, curly. Это копчавый. Конечно, копчавый. Есть копчавые волосы, curly hair. И есть straight hair. Итак, дальше движемся. Tick the clothes. Clothes это шмотки. Множественное число я имею в виду. Всегда они are. Clothes are. Это не из. У нас из. Одежда из. Здесь are. So tick the clothes. Word A, B, O, C. You wear these on your feet. Вы носите эти, они их на своих ступнях. У нас не говорят на ступнях. Они говорят feet. You are standing on my foot. Ты стоишь на моей ноге, например. Они говорят как бы на моей ступне. On my foot. Да, ну будем ступнях говорить. Хорошо. Boots. Конечно же, boots вы носите на своих ногах. You wear tights, cardigan, scuff on your legs. Cardigan. Ну, как диган, конечно, не на legs. Скаф. Шарф. Тоже не на legs, а tights. Tights это колготки. Tights. This piece of jewelry for your arm. Arm это рука. Но рука есть и ладошка. Это hand. А вся остальная часть руки это arm у них называется. Поэтому this piece of jewelry for your arm. Какое piece of jewelry is for our arm? Это, конечно же, bracelet. Браслет. Necklace это от слова neck, шея. Lace это шнурок. Шнурок на шею. Necklace. Скаф это шарф. Тоже на шею, в принципе. Number eight. In winter you don't usually wear. То есть зимой вы обычно не носите что? Скаф или шорт или gloves. In winter you don't usually wear. Смотрите, помните, я вам говорил, что используется usually, sometimes, never, ever, never, often перед глаголом. Вот оно. Don't usually wear. In winter you don't usually wear a scuff, shorts, gloves. Ну, обычно люди зимой не носят шорт. Be. Логично, логично. You wear them on your feet in summer. You wear them, их. Видите, шортс это them, sandals это them, их. Leggings, логинсы. Лосины так называются. On your feet. So, of course, sandals. Yeah, you wear sandals on your feet. So, let's highlight this. Number ten. They go on your hands in winter. They go on your hands in winter. On my hands, not on my arms. Yeah, not on my feet, not socks, not tracksuit. Это спортивный костюм. Если вы не знали это слово, пожалуйста, запишите. Классное слово. Track suit. Костюм спортивный. Track suit. So, gloves. We are talking about gloves. Because they go. Вот какое прекрасное слово go on. Как они говорят здесь, да. They go on. Они идут на ваши ручки in winter. Зимой. Глаус. Перчатки. Перчатки. Number eleven. You wear it. Вы носите это. То есть это единственное число. Здесь мы говорили them. Их вы носите. Множественное число. А здесь это. You wear it on your neck. Что вы носите? На шее. Ring. Колечко. Tie. Это галстук. И cap. Это кепка. Конечно же, tie. Да. Вы носите tie на шею. Правильно. Все. Молодцы. Молодцы. Дальше движемся. Oh, no. Oh, no. Oh, no. My. А это множественное число должно быть. Видите? Везде s. Везде s. Везде s. Везде множественное число. Поэтому на это можно не обращать внимания. My are different colors today. My jeans. My... Ну, шинсы, штаны, trousers, конечно же, socks. Мои носки. My socks are different colors today. То есть я что-то завтыкал и наделал разные носки. Один серый, другой белый. Жилые у бабуси, два веселые гуси. Number 13. You need this if your trousers are big. То есть вам это нужно, если ваши trousers, штаны большие. Что нужно? Trainers. Кроссовки. На американском английском trainers будет sneakers. Suit. Suit, костюм или belt. Конечно же, belt. Belt это пояс, ремень. Итак, 14. Мы добрались до 14 вопроса секции vocabulary. Итак, нужно выбрать, что у нас. A, B или C. I can't get my book. Get опять сложное слово, ребята. Опять сложное слово. Get это имеет десяток значений. Означает получать. Может означать доставать. Может становиться. Например, get drunk. Напиться. Get married. Пожениться. Get duck. Потемнеть. I'm getting cold. Мне становится холодно. Get это получать, доставать в этом контексте. I can't get. Я не могу дотянуться. Я не могу получить. Я не могу достать. I can't get my book. Даже вот если вы скачиваете приложение в iOS и вам пишет get. Это получить означает. Получить приложение. Скачать. Get. Get. I can't get my book. It is the sofa. Sofa это как точка отсчета. И где же книжка? Next. Next здесь не подходит. Почему? Потому что next to. Next to это возле. Всегда будет next to. Next to. It's next to the sofa. It is between. Between тоже не подходит. Потому что between означает между. Между софой и там еще каким-то объектом. And a chair. It is behind the sofa. Она. Книжечка упала за диван. Moselle is standing the left of her brother Leo. То есть у нас точка отсчета. Это брат Leo. Moselle is standing. Stand это стоять. Moselle стоит. Слева от брата. Слева будет on the left of. Запомните. On the left of. On the right of. On the left of. От кого чего. От of her brother Leo. Обратите внимание на то, как используется of здесь. Number 16. There is a small table. There is. Это есть. Имеется. Где-то в пространстве. There is. A small table. Есть маленький столик. Где? Где? И мы всегда, когда there is, это должно где-то быть написано где. There is a small table. There is a small table. The two chairs. Два стула. Under the two chairs. Ну как-то маленький столик под двумя стульями как-то не звучит. Between or in front. In front всегда будет off. In front of. Поэтому здесь будет between, между. There is a small table between the two chairs. Смотрите на употребление артикля Z здесь. В таких ситуациях прекрасных. Number 17. Marisa is sitting. То есть это временно как бы сейчас. Или я сейчас вижу. Посмотри. Marisa is sitting, сидит. To Salvatore. Behind. Behind. Без ту используется. За Salvatore. Behind Salvatore. Может быть так. Но у нас ту мешает нам так сказать. Потому что behind используется без ту. Opposite. Next to. Opposite. Тоже не подходит. Opposite. Ну как-то вообще. Она же. Это я так понимаю в классе они сидят. Как-то opposite. Напротив. Нет. Next to. Next to. Next to, ребят. Next to. Next to Salvatore. Number 18. Who's that? The middle of the photo. Кто то на. Кстати. Кстати. На фотке. Вот смотрите. На картине. На фотке. У них используется in. Вот это запишите. In. In the photo. In the picture. In. In. Как бы в картине. В фотографии. Who's that? In the middle of the photo. That's my cousin Andrea. The TV is the corner of the living room. In the corner. Is from the corner next. The corner next. To будет. Здесь не подходит. To у нас нет. Коны это угол. То есть телевизор находится в углу гостиной. living room. So the TV is in the corner. В углу. In the corner. Как бы локально в угле. В угле. В середине угла. In the corner. Если мы говорим. Например. На улице у вас. Вот дом на углу. Вот этот. House. Допустим. На углу. То будет здесь. At the corner. Мы можем сказать. Потому что это с наружной стороны угла. А со середины угла. Если в углу комнаты. Вот эта комната. И здесь что-то в углу стоит. То мы скажем. In the corner. А если с этой стороны. То будет. At the corner. The keys are there. They are in. Next. Of you. Next. Забудьте. Next to. Next. А значит следующий. Но когда это передлог. То есть где. Можно сказать. Next to. Возле. То есть. Я уверен. Что все знают. Это следующий. Но next to. Это рядом. То есть. Возле вас. Вспомните своего. Одноклассника. По парте. С которым вы сидели. Вместе. За партой. Будет next to. Это сидеть рядом. Next to. Next to. So. The keys are there. They are in front of you. Перед тобой. They are in front of you. In front of you. Behind you. Когда behind. Off не нужно использовать. Поэтому they are in front of you. Итак. Друзья. Сейчас время поставить лайки. Нам осталось совсем немножко. Мы доделываем. И ставим лайки. И расходимся. Больше лайков. Больше видео новых. Будем разбирать тесты. Любые. Любые сложности. Просто подписывайтесь на канал. Смотрите. Делитесь с друзьями. И все будет хорошо. Which word has a different sound? Van, tram or plane? Конечно, plane. Потому что здесь A читается как A. A plane. Да. Вот. Интересный случай. Да. Когда A читается как A. Потому что часто A читается как A. Широкий звук A. Не как A. Like van. Tram. То есть же cat. Да. Читается как A. Cat. Жирный будет. Fat. Видите? Как интересно. Fat. A. А здесь A. Почему? Потому что всегда практически, когда у вас вот эта буквка И, которая вообще не читается. Практически никогда. Она как бы провоцирует любую гласную читаться как в алфавите. То есть в алфавите буква A читается. A. И, пожалуйста, читайте как A в тех словах, которые оканчиваются на I. Watches. Likes. Hates. Watches. 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 A. Trousers. Zer. Zer. Zers. Univers. Er. Er. Siti. Sweater. Trousers. Zers. Это шва. Я так понимаю. Шва. Trousers. 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 Здесь вот такая комбинация. Она читается как звук R. University. 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 Вот так это. Здесь шва тоже. Sweater. Trousers. Здесь curly. Вот такой звук R. Curly. Work. Work. И directions. Directions. Ну, что здесь будет? Здесь, конечно же, будет C. Directions. Directions. For. Does. Loves. Works. Does. Z. Слышите? Z. Does. 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 As. После гласных читается как Z. И здесь вот гласное это как не Is. Да. Is. Is. Вот это слово читается. Does. Loves. F. F. Глухая такая. F. F. Loves. Works. Ks. Ks. Тоже глухой звук. Поэтому здесь does, конечно же. Конечно же, does, ребят. И пятое. Classes. Teachers. Goes. Classes. Teachers. Oh. Тут здесь смотрите. Classes. Teachers. And goes. Oh. 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 So we add this one. So this is correct. And. Вот здесь ударение нужно ставить. Appearance. 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 Вот это внешний вид. Appearance. 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 B. Правильный ответ. B. Правильный ответ. Седьмое. Extrovert. 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 So extrovert. And extrovert. 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 Да, есть интроверт. Ну, кстати, не часто используется. Ну, как не часто. То есть для уровня print immediate не часто используется слово extrovert. Это как бы outgoing такой. Тот, который любит тусить. Противоположное слово к слову extrovert. Это застенчивый, shy. Дальше. Unfriendly. Ну, смотрите, всегда, когда у вас какие-то суффиксы, префиксы, приставки, вот эти всякие, да, то вам эта приставочка не без ударения. А ударение будет на следующий слог. Friendly. Unfriendly. Поэтому be not unfriendly, but unfriendly. Talkative. 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 So, talkative. Первый слог под ударение. Talkative and example. 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 Вот смотрите, выпишите эти слова, пожалуйста. Учите, выписывайте, повторяйте. Они все нормальные здесь слова. Те, которые вы не знаете, пожалуйста. Просмотрите еще раз. Просмотрите другие видео. У меня их куча этих видео. Пожалуйста, посмотрите. Смотрим, делаем. Смотрим, делаем. Можете, пока я не делаю упражнения, например, давайте вот, я могу все это быстренько убрать. Не знаю, насколько быстренько это получится. Вот так. И можете сделать скриншотики себе и делать упражнения. Вот, пожалуйста. Потому что все забывается, ребята. Все быстренько забывается. И английский выучить одним махом за 7 дней или за 7 часов, даже за 70 дней английский выучить трудно. Поэтому нужно работать, работать, работать. Усилие, усердие и погружение в языковую среду. Часами в день нужно работать. Если вы занимаетесь раз в неделю с преподавателем, это для поддержания штанов. Это в том случае, если вы уже знаете английский и вам его нужно поддержать. Но если вы активно учите его, хотите выучить, хотя бы за 6 месяцев выйти на какой-то уровень, это, друзья, пожалуйста, смотрим мои видео, разбираем грамматику, находим преподавателя, 3 раза в неделю как минимум занимаемся, смотрим фильмы, сериалы и все это делаем по нескольку часов. И тогда будет результат. А пока подпишитесь, поставьте лайк и увидимся. Пока-пока.